ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Без украинского паспорта, так как Михаил Саакашвили уже не может ей покровительствовать. Мария Гайдар должна была выйти из российского гражданства, получив украинское. О процедуре выхода из гражданства РФ она рассказала она. Однако ходили слухи о том, что она собиралась получить гражданство Израиля. Реализовала ли Гайдар это намерение, неизвестно. Украинские националисты Гайдар не жалуют, для них она так и осталась россиянкой, поэтому мысль о выдворении Гайдара из страны кажется им особенно привлекательной. В числе конкуренток Мария Горовна называют также Ульяну Супрун, напоминая об американском паспорте руководителя Минздрава и провале так называемой медицинской реформы. Некоторые склоняются к тому, что следующими будут все-таки грузины из реформаторской команды Саакашвили, бывший заместитель генпрокурора Украины Давид Сакварелидзе, который прилетел в Киев, и первый замглавы национального антикоррупционного бюро, НАБУ, Гиза Углава, к которому есть претензии со стороны генпрокуратуры Украины. Впрочем, некоторые политобозреватели уверены, что Гайдар успела себя зарекомендовать в глазах украинских властей, и ее пока трогать не будут. Переход Гайдара от мандата депутата Одесского облсовета к должности советника президента склонны объяснять не столько карьерным ростом политика, сколько невозможностью прижиться в Одессе, где она подвергалась серьезной критике и нападкам. Ей даже пришлось сложить с себя полномочия замглавы Одесской области после угроз националистов. Местное самооборонное отделение Автомайдона требовали от нее снять кокошник, встать на колени и просить прощения, так как она достойна, по их мнению, только плакать и пить в ресторане. Мы все будем перебивать Мария Горова. Вы только можете плакать и бухать в ресторанах. И у нас это видео есть, и мы сегодня его выкладываем. Когда вы в 4 часа дня собрали всех глав областных больниц в ресторане Мимино в 4 часа дня и в закрытом зале с ними пили, это видео сегодня будет выложено. Кроме того, в Одессе и поговаривали о том, что Саакашвили очень болезненно воспринял отъезд Гайдар в Киев, полагая, что Порошенко украл человека из его команды, студентку, комсомолку и просто красавицу. Ранее должность внештатного советника Порошенко занимался Акашвили, и это вовсе не уберегло его от гнева Порошенко и сокрушительного удара по предвыборной кампании. Экс-президент Грузии мечтал о своей фракции в Верховной Раде и активно лоббировал проведение досрочных выборов в стране. Россияне не единодушны во мнении, одни считают Гайдар предательницей и не хотят ее возвращения в Россию, другие полагают, что она отчаянно ищет пути выхода для себя, и не случайно ушла в тень. Поэтому чемодан, вокзал, Россия, для нее лишь вопрос времени. Но если Мария Гайдар, отказавшись от российского гражданства, все-таки приобрела гражданство Израиля, то дальнейший ее путь становится очевидным. Гайдар призналась в одном из интервью, что приостановила получение гражданства Израиля ради украинского паспорта. В то же время ее супруг получал образование в Израильском университете. Возобновить процесс получения гражданства Израиля будет для семейной пары несложно. Спасибо за просмотр друзья, подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии.